А если мы берем гуманитарную сферу, скажем, классический пример с нашим философом Алексеем Федоровичем Лочевым, который запретили заниматься философией, и он под видом философии занимался эстетикой. Философия занималась тем же самым. Но вот для точных наук, физико-математических, советское образование действительно было очень хорошо. Но дело в том, что когда в 40-м году советские войска начали теснить немцев границам Советского Союза, освобождались новые города и веси, стало вопрос о том, кто будет это все восстанавливать. Разумеется, выбор был сделан в пользу старшеклассников, будущих студентов технических ПТУ. Но оказалось, что уровень грамотности этих людей на нижнейшем уровне. Они не могут поступить даже в техникум на первый курс. Настолько был низкий уровень образования. В дальнейшем стало происходить постепенное повышение образовательного уровня. То есть сначала обязательная семилетка, потом с 58-го года восьмилетка, с 64-го года десятилетка и с 84-го года одиннадцатилетка. К чему это приводило? Это приводило к тому, что те двоечники, которые раньше могли уйти на работу, или, скажем, на фабрику, или на фабричное училище, там получить некое образование, неотрывая от практики, и стать хорошим рабочим. Или могли просто уйти сразу работать, не повышая свой вызывательный уровень. Тебя иногда вынуждены оставлять все в школе. И те, кого не смогли сплавить в ПТУ, вынуждены были держаться в школе. И учителям нужно было с ним что-то делать. Более того, поскольку все делалось стихийно, и наш образовательный уровень повышался быстро, то есть вчерашним днем, очень большое количество учителей не успевали освоить повышенный уровень, то есть пройти курсы повышения квалификации, понять, что от них требуется. И поэтому получалась очень некрасивая ситуация. То, что мы называем выборковкой, когда большая часть учеников не могла поступить никуда. И формализация образования, когда учитель делал вид, что он учит, дети делали вид, что они учатся, чтобы дотянуть до конца школы, нарисовать тройки и выпустить их с миром в большую жизнь. И получилась ситуация сегрегации, когда в ВУЗы в среднем в 60-70-е годы поступало 20-30 выпускников школы. Оставшиеся 80-70-80% они выбраковывались. Они никуда не поступали, они шли на производство. Но те 20%, которые поступали, получали хорошее академическое образование в школе. Они могли это получать и хотели. Они потом получали очень хорошее образование в ВУЗах. И потом сделали славу советской науке, в первую очередь фундаментальной физико-математической науке. Они потом будут запускать ракеты в космос и так далее. Но оставшиеся 80%, они, собственно говоря, остались за бортом. И их во внимание принимают. А уровень грамотности среди них был очень низок. То есть они умели читать, писать, считать и, в общем, после этого сразу шли на производство. Советские школьники в массе обладали достаточно неплохим набором отрывочных знаний по предметам. Но, во-первых, они не умели применить эти знания в жизни. Во-вторых, они не представляли, как можно перенести знания из одной области, приметные в другую. Классический пример с математикой и физикой. Любович физики знал, что если физика западает, скорее всего, надо искать проблему математики. Но это было более проблематично для других приметов, например, химия, биология или история, литература. И самое главное, когда говорят про лучшую образовательную систему в Советском Союзе, забывают о том, что эту систему практически никто не копировал. Вот мы сейчас знаем лучшие образовательные системы в мире. В Финляндии, Сингапур. Туда стремятся люди со всего мира. Эта система востребована, ее покупают за большие деньги. Советскую систему никто не покупал. Даже бесплатно, по большому счету, никому не была нужна. Диплом выпускника Советского ВУЗа среднестатистического нигде в Европе и в мире не котировался. Я еще не говорю про те светлые умы, которые уезжали за границу и получали потом хорошие деньги. Опять же, это физики и математики. Тот даже мог стать нобелским лауреатом. Но вопрос, сколько сама система образования вложила в этих людей. Насколько это от системы, сколько это результат от них самих, от этих выдающихся людей. Ну и мы всем прекрасно с вами помним, что в 90-е годы, как только советская система рухнула, огромный...